христос посреди нас мои родные любимые христолюбцы все братцы и сестры во христе всем желаю радоваться и веселиться в господи всем желаю возрастать по внутреннему человеку в господа нашего и бога иисуса христа и всем желаю умножаться в познании его в познании любви его но не той любви которая нам все время кажется что как нас бог любит в этой любви мы все давно познали любовь божию от начала творения когда господь нас родил когда господь нас любил от начала всеми своими благодеяниями христиане учится познавать господа каким образом то как бог нас любит и вот когда-то мы познав внешнего любовь крестившись теперь мы познаем его любовь к нам через нашу любовь к ближнему к таким же грешникам как мы когда-то понимаете о чем я братья сестры бог познается конечно же сначала по плоти как бог нас любит но потом бог познается по духу как как это как сильно у нас любит только не внешне а внутренне а это можно познать через нашу любовь к ближнему и мы познаем о а касс как бог нас любит как я люблю грешников так и бог меня любит вот так вот познается любовь божья какова она когда мы начнем любить всех и вся без всяких там разговорчиков отмазов без своих придумываний как надо любить а действительно как любил христос ибо осталось нам специально для всех христиан его жизнь и учения евангелие и мы можем действительно узреть как бог любит людей и через подражая подражание ему в деле и в слове мы также познаем как бог любит людей когда мы их начинаем любить ну что подумали я оставлю вас без слова никогда опять я иду на эту гору хочу свой байк в прошлый раз я же говорил что моего байка две скорости 1 едешь 1 катишь так прошлый раз я и вот катил что-то у меня там колесо сломалась перекосилась так что я полпути там добирался еще волочил его за собой ну ничего так что я с вами господь не оставляет меня никогда я уже говорил всегда со мной игры ты че это надумал мы так с тобой сутками как-то братьев сестер оставишь без слова назидание без доброго слова без слова моего вот так что я с вами во все дни пока буду жив вот хотя помните как-то петр сказал интересно что он имел ввиду то что вот это его послание будет вовеки с нами когда он сказал что я и после смерти не перестану вам напоминать об этом помните свое второе предсмертное послание петр пишет о чем он нам напоминал я вам кстати тоже напомню о том что я раб и надеюсь верный служитель его равно с вами со всеми братья сестры однажды принятую драгоценную для всех нас веру в это вере всячески отвергнув похоть подвязаюсь в чем чтобы вере в своей во христа иисуса господа моего и бога нашего показать что добрые дела с рассуждением через воздержание и долготерпение своего ущемления любовь к вам ко всем кто меня окружает в мире и и в этой вере в этих добрых делах ближнему по моей вере и явится моя любовь кому ко христу петр сказал то же самое что господь мой и бог наш иисус христос говорил этим ученикам 12 на прощальном ужине господь сказал если вы любите меня не надо об этом кричать налево и направо не в этом любовь ко мне проявляется о ваших делах любви ближнего и и петру когда умывал ноги сказал сейчас ты не уразумеваешь что я делаю но позже уразумеешь уразумел петр видим что уразумел ибо сказал то же самое что в этой равнодрагоценной вере однажды через добрые дела любви с отвержением себя мы являем свою любовь к ближнему и таким образом мы умножаемся и познаем любовь божий к нам потому что мы также любим уподобляемся богу в любви понимаем ого действительно господь никого не судит действительно господь любит всех и вся и таким образом в нас открывается и внутри свободный вход господу в нас и он сияет потому что помните как господь в откровении своем и анну богослову сказал что я вот стою при дверях и стучу и вот именно в покаянии в водном крещении мы впускаем этого господа да мы спасены мы отвергли грех грех лежит теперь при дверях как у каина как древо познания добра и зла с вожделенным плодом для адама с евой и теперь господь в нас а древо это снаружи и грех при дверях но мы с божьей силы спокойно противостоим ему как сказал павел да и все апостолы и сам господь и таким образом умножаем все в себе сияние славы христовых через добрые дела и таким образом после смерти нашей по плоти по телу когда мы сбросим эти благословенный богом когда-то кожаной одежды правда который он так ругаясь говорил что это все проклятие на самом деле через это мы узнали господа приблизились к нему и теперь когда-то однажды разрешившись будем со христом вместе ибо таким образом показывая в вере нашей через добрые дела к ближнему любовь ко христу нам открывается свободный вход вечное царство господа и бога нашего иисуса христа но эти 11 стихов из предсмертного второго послания предсмертного петра я вам напомнил по сути напомнил как он там же дальше говорит что вся наша суть тех кто назидает словом это напоминать слова бывших бывших прежде пророков и заповедь господа иисуса христа она одна вы помните она не раздельны если мы любим господа иисуса христа бога нашего родителя творца создателя то мы обязательно в этой любви своей вере своей однажды принятой покажем любовь к ближнему причем не придумана любовь обличениями осуждениями злословиями этого нет евангелия господь этого не делал этому не учил так что надо это хорошо себе уяснить и запомнить и жить соответствие с нашей верой так я приехал снова на эту гору сегодня воскресенье число не помню число не помню сегодня сегодня 9 сентября абсолютно ясная погода солнышко уже на юге 8 утра уже осень ночью дубильник сейчас 10 градусов но сейчас уже резко теплеет я вот даже в мастерке понравился мне эта гора смотрите какая красотища то да ура что еще от жизни надо не знаю уху ху 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 вона солнышко наше светит про образ и символ господи и творца наше все где вообще не ветерка ничего нету красотища просто вот так что так что вот так вот так сейчас я что-то я тут с этой сумкой как бы мне и теперь снять да ладно вот я хотел сегодня поговорить кое-что да не оставить вас без слова ну сидеть то холодно сегодня сейчас рано утром сегодня воскресенье люди наверно пошли в свои как их назвать то чтобы не обидеть ну ладно называют они храмами пусть будут храмы подготовил листик я погуляю смотреть какая классная погодка да пойдем опять в ту сторону так ну творцу нашему обязательно помолимся хорошее тут местечко бревнышко для влюбленных тут вот мы что же влюбленные в господа нашего давайте помолимся и поговорим господь и бог наш иисус христос слава тебе больше наш слава тебе господи мы благодарим тебя за все за этот новый день за прекрасное утро за дыхание жизни за пищу и питье за кровь и тепло за все радости что подаешь всем нам господи за все что подаешь все потребное для жизни радости и веселья и уподоблению тебе в святости добрыми делами любви к ближнему спасибо тебе господи за всех любящих меня и учащих меня любви слава тебе боже наш слава тебе господи благослови эту трансляцию уста говорящего и уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих да прославишься ты последнее время две тысячи лет назад тому пришедший в плоти и явивший нам имя свое которое есть любовь явившие делами своими и словами и делами даже до креста господи да через созерцание и слышание этого евангелия твоего о любви твоей да откроется помышление многих сердец как когда-то открылось и мое сердце и узрит всякая плоть славу величия в этом твою а божество твое воскресение твое а вознесение твое оставлены дам однажды даровны тобой при рождении каждого при сотворении всего человечества дар свободы дар свободы выбора добра и зла слава тебе господь и бог наш иисус христос бог любовь всегда и во веки веков посреди нас братцы и сестры во христе всем желаю радоваться и веселиться в господи всегда желаю через добрые дела всегда возрастать его познание опа сумочку я снял сумочку мне прислал братец один как-то я им очень благодарен в публично публично объявляю слова благодарности бы это тоже дело любви хочет уже жарко я хотел сегодня так мы с вами пойдем практически против солнышка не потом мы изменим дорогах я хотел с вами поговорить сегодня а библии да и назову в принципе я ролик библии священное писание или слово божье вы слышали неоднократно от меня как я об этом говорил и сегодня я хочу более подробно поговорить чтобы у кого-то кто не понимает о чем если говорю может быть что-то еще раз уяснилось библия это греческое слово означающее вы знаете у нас есть слово библиотека именно оттуда и взявшие поэтому я думаю что все в истинности этого сами убеждаетесь что библиотеку что такое там где много много книжечек сам господь когда призывает евреев там иудеев по познать его миссиянство он откуда призывает их он как исследуйте писание я он не говорит исследуйте слово моё или что вы не читали в слове моем да там нет христос этого никогда не говорить надо это помнить что путь истинной жизнь наш господь который пришел по плоти и явил нам явно путь без всяких каких-то тайн там сокровенных учений надо обязательно вчитываться познавать евангелие что такое писание почему я так противлюсь когда его называют слово божие потому что это один из корень из корней уже учений ты назвал это как и то же самое когда этих святость все кое-как пропихнули какого-то святого который святым то не было он там всех резал все пару веков прошло типа он святой типа рубить можно всех налево-направо он сжигал еретиков все время прошло да это считается святостью от сжигания еретиков святой заповеди понимаете здесь то же самое если протянуть что и делают там все около христианские конфессии все эти динаминации все эти языческие культы которым я всех называют на самом деле ибо во всех них присутствует и внешняя форма поклонения культой внутреннего поклонения сектантство человеком их учений вот слова божьего нет никакого слова божьи есть внутри есть я вам сейчас просто простой пример приведу чтобы не быть голословным вот библию все прекрасно знаете я может быть она у вас сейчас в руках кто слушает мои ролики нет возьмите пожалуйста идет вторых пяти книжей моисеева дальше идет книга иисуса навина дальше идет книга судьи какая книга идет дальше книга называется иудив да или как она там я уже забыл сейчас немножко вот но вы помните да да книга ой это ну да иудив или как она вот ну вот я вам сказал она по списку дальше идет как раз это как раз книга которая поставлена между концом времен судей и началом когда там все они с царем со своим евреем на ирцелесе и господь им дал бесноватого саула вот это вот книга идет о чем она четыре главы там есть слово божие там ни слова не прочитайте это все четыре главы такой не сильно как же что же я господи напомнили пожалуйста видите чем отличается на горные проповеди в общем вы сами откроете да и на экране будет если что я вам подскажу тогда но вы поняли я вам даже список дал как она находится сейчас я вспомню наверняка вот есть там слово божье там ни слова нету хорошо дальше смотрим как раз вот по списочку там идем идем хорошо там ада видео соломоне дальше мы смотрим да та же самая книга из фильм есть там слово божье нет там нет ни слова божьего прошу еще посмотрим книга экклезиаст проповедник так называемый есть там слово божье там слово божье вообще нет а чтобы быть точным я вам скажу первые стихи книги экклезиаст проповедника знаете как они начинаются я экклезиаст а не не начать так слова экклезиаста сына давидова царя израиля или русалима чего там слова проповедника экклезиаста какого слова божьего и там слова божьего нету ни разу бог там с небес не говорит пишет человек пишет свои мысли не пишет что бог ему что-то говорит он просто пишет свои мысли книга великолепная великолепная много там пользы можно для себя найти можно это слово божье нет это не слово божье что такое библия что это книги ветхого завета что они означают да что означает эти книги для христианина это книги где писание собраны исторические до пришествия иисуса христа это книги где связано с израильским народом ну а до еще израильского народа не было от сотворения мира где все это мы сей писал праведниках авраамия патриархах так называемых да да там истинный бог да мы узнаем там оба егове ну и другие народы то что там употребляется слово бог или бог благослови даже есть вот там в экклезиасте дали слово бог да но есть в любой книжке вы понимаете да у любого народа и в любом народе в любой какой-нибудь индусской деревне или там там всегда говорят бог тебя благословит или еще что-то это еще ни о чем не говорит слов божьих там нету это надо понять это очень важно откуда появляется лжеучение проповедник выходит за кафедру и начинает говорить проповедь на какую-то тему и вырывает кусочки из библии как будто эти кусочки что-то значит для кого-то да для тебя они могут значить на каком основании ты лепишь учения из этих кусочков что можно слепить ну как же я книгу да иудив или как что-то можно слепить там четыре главы да там переходной момент истории там есть сейчас не буду вдаваться в подробности если почитать это слово можем и каждый поступок человека который описанным в библии тогда и блуд не грех и прелюбодействие грех пожалуйста один из патриархов иуда пошел собственной свекровью которых принял ее заблудницу там сблудил с ней казалось еще его это ну как называется невестка сына если мы оттуда тогда им нахоженство чё-то христиане одну жену себе берут весь ветхий завет на нахоженство исполнил сам моисей который пишет книгу бытия что господь при сотворении мужчин и женщин сказал да будет два вплоть едину он почему это себе вторую жену берет не скажете господь обличает это нет господь хвалит это нет почему у других мы находим у всех по много жен давид саламон господь обличает это нет господь хвалит это нет какой мы можем вы вывод сделать налепить можно все что угодно но есть прямые слова господа да буду два вплоть едину одна жена должна быть у мужа 1 господь подтвердил это в евангелии подтвердил ветхом завете господь вменяет это в грех царям пророкам и праведникам нет что будем делать есть заповеди господи а есть дела человеческие что мы будем делать вот салон 49 я хотел вам зачитать я упраду на бумажке вот я выписываю все время вы заметили да очень хороший он один из самых лучших таких чудных псалмов я жалко даже не все там выписал он же небольшой ну да ладно я с собой у меня нету даже в бумажном варианте библии я не беру именно там вы помните я вам не раз напоминал так пойдемте-ка мы назад на солнышко все-таки а то я иду против тени вот господь говорит грешник уже говорит бог что ты проповедуешь и ставы твои и берешь завет мой в уста твои а сам ненавидишь наставление моё и слова масса мои бросаешь за себя там он пишет как ты с грешником согрешаешь против ближнего ты это делал и я молчал ты подумал что я такой же как ты изобличу тебя и представлю при глаза твои грехи твои разумеете это забывающий бога дабы я не восхитил и не будет избавляющего кто приносит жертву хвалу тот чтит меня и кто наблюдает за путем своим тому явлю я спасение божье в принципе весь псалом целиком я помещу вам на экране когда буду монтировать я жалко его не весь выписал а там господь говорит что это как раз тот псалом где господь говорит что ну там не считай шапочки это ладно небольшая вот конечно кусочек я вспомнил что забыл бы писать вначале говорит перед этим господь говорит что жертву что без я что пью горит кровь овцов или овнов ваши жертвы могут что ты думаешь что все что земля моя и все что наполняет ее если б я в этом в чем-то нуждался я бы спросил тебя о человек нет поэтому господь и в конце говорит что жертву хвалу мы только приносим в жертву хвалу то есть славу и благодарение богу это все что ему надо и чтобы мы наблюдали за путем своим это если концовку начать но там я жалко стихи не выписал а сам вы по памяти плохо помню поэтому господь там и укоряет сначала за это и говорит что принесите в жертву хвалу и тут тоже самое приносят пишет что кто приносит жертву хвалу тот чтит меня богу мы можем воздать только благодарение и словословие проповедь его но и внутреннее конечно же нереальное чувстве благодарности славы восхваления у господа ну что я вам хотел сказать то он там пишет что ты горит человек грешник да знаешь уставы мои знаешь законы моего бросаешь их за себя ненавидишь как наставление моё и слова мои бросаешь за себя и там он я не стал даже стихи переписывать 17 19 чтобы не поместилось на бумажке он перечисляет грехи кстати как всегда против кого против культа нет я там в контексте 49 псалом как раз говорит что весь этот ваш культ со всеми вашими жертвоприношения мне вообще не нужен не не нужен я у вас ничего не прошу если бы я в чем-то этому нуждался я без вашего без вашего служения взял бы все что мне нужно на земле ибо вся земля моя и все что наполняет ее моё он и говорит мои уставы и мои законы это любовь к ближнему а ты горит согрешаешь он там перечисляет что ты с вором садишься вместе идешь воровать что ты клевещешь на сына матери твоей мне нравятся такие словосистане то есть на брата своего еще там ну перечисляет грехи к ближнему всегда и господь говорит ты это делал сейчас это самое важное на чем эти сконцентрировать и я молчал ты подумал и ты подумал что я такой же как ты что мы делаем из библии мы вырываем кусочки какие-то из писания просто исторические факты жизни какого-то человека причем не иисуса христа а кого угодно их и делаем выводы что вот он так делал так могу и я а где там сказал господь что это хорошо бог любовь и никогда не говорит что это плохо но он не говорит что это хорошо и кто уразумел это читает библию спокойно и понимает что господь просто молчит чтобы грешника не изобличать то что он будет если ягод изобличу тебя он даже это заблечу тебя и представлю перед лица перед глаза твои грехи твои уразумеете горит это забывающие бога кстати вернее там еще раньше стих был как раз тот стих который я люблю напоминать господь говорит в день скорби призови меня я избавлю тебя и ты прославишь меня это кстати в этом салме поэтому господь говорит что вы забываете бога разумеете это забывающие бога почему здесь этот стих то потому что перед этим я рвите надо всегда все читать целиком псалом взял целиком прочти его иначе ты ничего не поймешь все эти проповеди на основании кусочков честно я просто из этих бумажек надо меня просто не просто надо планшетник купить наверно чтобы я мог читать потому что мне неудобно вот и старая книга мы электронно на них тоже уже не формат могут разумеете это забывающие бога дабы я не восхитил и не будет избавляющего господь не наказывает грешников даже в библии только по любви своей как она сказано то что господь долго терпит чтобы каждый пришел в покаяние господь все время ждет пока мы избавимся это что-то в библии это написано в книгах писания это не говорит о том что это истина что это правильно если господь молчит это не знать что он такой же как мы это не значит что то что они делают это хорошо и что нам надо делать также нет если ты это дело а я молчал то ты не думаешь что такой же как я что что я такой же как ты верни грешник что я с тобой согласен нет я лишь молчу вы помните и тут господи что если я сейчас заговорю и заблечу в аду разорвешься вот о чем говорит господь то вот запомнить это на всю жизнь себе ты это делал это 49 псалом во всем великолепный советую включить добавить к евангелию к новому завету перечитывать на и чудеснейший псалом 13 псалом или 52 это одно и то же где и сказал безумие сердце своем нет бога нет делающего добро все равно сделались непотребными непотребными это вообще там такой апогейный псалом тоже это весь эпиграф эпитет к ветхому завету после грехопадения что мы люди себя представляем и не будет избавляющего господь говорит если ягод заговорю о твоих грехах и перед твоими глазами открою и не будет избавляющего и говорит кто приносит жертву хвалу и вот вам пожалуйста вот вам 49 псалом написаны ветхом завете какие заповеди божьи много заповеди там ну а там сколько заповеди нет никаких западе кто на две части делится любовь к богу и вся суть христианства это даже в салме с 23 стиха вернее то есть весь 23 стих кто приносит в жертву что хвалу все то чтит меня больше никак чтить бога невозможно кроме благодарностью естественно благодарность нас и в словах выражается благодарю слава тебе и кто наблюдает за путем своим тому явлюсь я спасение божие и вы помните господь сказал кто будет следовать за мной тому я явлюсь еще и на этой земле есть некоторый господь сказал кто не умрет но увидит царство божие пришедшие силе вот она спасение божие упомнить как учеников он возводит троих на гору петра якова и она и является им во славе и это кстати не какой-то иллюзорный образ всем христианам истинным детям божьим бог является я сам свидетель и знаю многих свидетельствующих искренних детей божих которые свидетельствуют себе о своем опыте о том что господь им открывался еще и здесь это ключ к прочтению евангелия всего нового завета ну а ветхом за эти поговорили я говорю я думаю что вы понимаете само заблуждение слове божие сказано а экклезиаст пишет слово экклезиаста зачем вводить людей в заблуждение вот ты проповедник ты может быть апостол миссионер ты говори правильно человек потом тебя спросит где тут слово божье он откроет книгу экклезиаста да хорошая книга кстати для проповеди дать почитать как отдельную брошюрку можно напечатать да супер книга второй то стих все начинается суета сует все суета супер книга да но есть там слово божье нет он даже в третьем лице не говорит никогда экклезиаст проповеде что вот не зря называется проповедник очень хорошая для проповеди веры очень хорошие очень хорошие кто знает проходил это книгу очень помогает на первых этапах веры на первых этапах мирской депрессии когда бог уже поставлять как уже не чувствует радости в мире до тянется к чему-то небесному да но слово то божье там нет и как ты можешь назвать слово божье сам экклезиаст говорит слово экклезиаста и он начинает на каком зачем вы все путаете в одну кучу то в один чай божий дар с яичницей то не надо путать божий дар это великого благочестия тайны бесспорно бог явился в плоти беспрекословно и необсуждаемо да вот божий дар человеку божье откровение бог сам открылся которую можно было сизать обонять щупать видеть вот божий дар человеку а это что яичница кто мы люди то вечный вопрос курица или яйцо кто первый первый бог не курица и яйцо он сущий от начала он был есть и будет он альфа-омега первый последний начало конец давайте посмотрим на новый завет а еще все время зимой говорить вы помните что в библии у каждой книги и свой автор как слово божье но если бы это была книга бога вот как нельзя слова экклезиаста даже в книге левит второзаконие числа не называют слова божьем хотя там суд господь прям вот я вам говорю и пошло перечтение вот как образ послания или образ любого учения человеческого сидит сел за стол и пишет на бумажке какое-то учение казалось бы вот можно под это подтянуть книгу левита там второзаконие числу так она называется не называются они словом божьим каждой книги есть автор либо какая-то смысловая как вот по смысловой нагрузки до книга бытия что там написано слово божье она подписана нет написано книга бытия сотворение человека переходим к новому завету все евангелие также авторские вы это прекрасно знаете просто я там нет в комментариях не писали ой проповедник должен так умолиться и не это может быть он сам начитался не вспомнились это антоний сурожский антоний блум так называемый английский православный священник насколько я помню да уж с православием прессионировал зарубежной церкви рпц по зерпц он там писал что христианин или человек должен быть как стеклышко из которого видно солнце ерунда полная я вам скажу ничего подобного мы являем в себе христа но мы личности господь хочет чтобы именно мы были на этой земле и чтобы в нас являлся христос не чтобы мы внешнему подражали волосами цветом глаз у нас явился или чтобы умолиться как это проповедник умолиться если павел и все апостолы подписывают собственноручно свои послания мы же знаем их автора почему если если бы это была традиция верной если эти предания это уже учение вот человеческий вот вам антоний сурожский блум я всего не осуждаю вы знаете я говорю о его мыслях и плюс он умер поэтому мы говорим лишь обучение если бы это учение было верно она бы имела от начала корень от евангелия а нет никакого сами евангелие авторский послание все авторские мы прекрасно знаем кому они принадлежат если бы они были умалены до такой степени что мы видели только слова божьи они бы не были авторские было написано да послание во имя бога или от от имени так говорит бог какой-нибудь и все и не знаем какой пророк говорит мы знаем все книги пророков конкретных пророков поэтому все эти учения человеческие всегда надо встречать с евангелием господь хочет что мы были личностями чтобы мы выросли в личности чтобы мы любили именно друг друга понимаете это очень важно тоже понять переходим к новому завету уже перешли точнее продолжаем скажите мне пожалуйста в посланиях апостолов есть хоть раз слово божье вот в евангелии я постоянно встречаю слово христа я встречаю слова учеников слова спорящих каких-то людей женщин мужчин там детей ну естественно сама слова христа ветхом завете есть книги где бог напрямую говорит с небес виде господа саваофа отца небесного я вижу пророки книги которые говорят так говорит господь и я вижу диалог пророка с богом до написаны в послании хоть в одном апостола якова об два послания апостола петра три послания апостола на богослова 13 посланий апостола избранного величайшего нашего апостола павла есть где-нибудь хоть раз слова бога подумали я вам отвечу нет максимум где апостол павел там вспоминает тоже от третьего лица от господа мы имеем заповедь чтобы женившийся не разводился где он рассказывает что бог явился не на пути и сказал даунка я помню там каждый раз свидетельствует а знаете где мы видим действительно слова божьи еще в книге деяний видим и видим вот книга деяний это прям прообраз вот когда ты ветхозаветную книгу воспринимаешь как именно историческую вот этот контекст читаешь взаимоотношений бога с человеком до времени благодати пришествия господа нашего и бога воплоти иисуса христа да вот мы видим там опять есть бог как он говорит как он является павлу мы видим их диалог мы видим где их бог молчит книга деяний очень показательный опять про образ прям истории ветхого завета там совершают поступки апостола совершают всегда там господь говорит что это хорошо или плохо нет он молчит он молчит в своих посланиях никогда мы не увидим что апостолы горит так говорит господь как от откровения даже свои откровения они говорят своими собственными словами даже не ссылаюсь когда петр там рассказывает о том что господь там пошел спасать грешников в ад некогда непокорных он даже не ссылается когда ему было что ему это было откровение от бога он говорит со властью как говорил христос они как будто так делают но мы не видим ссылки на бога мы не видим как в пророках что господь дагодь скажи народу христианскому новому но новому израилю нет что я из этого хочу какой вывод сделать во первых вы должны всегда понимать разницу между богом и человеком бог альфа и омега начало и конец 1 последний он творец и создатель мы люди апостола от нас ничем не отличались не две руки две ноги два глаза ну как мы предполагаем неважно вы понимаете о чем я говорю да что рот именно людской мы все твари понимаете святость человека в любви к ближнему мы даже не знаем насколько они уподобились богу в любви к ближнему они апостолы апостолы суд начнется с дома божьего судиться будет каждый человек перед богом мы все равны об этом сам кстати апостол павел пишет если вы помните прекрасно что все мы одинаковые я вам приведу просто два примера сегодня на этом мы закончим я в принципе поговорил я думаю у вас на эту тему немножко тоже в голове что-то зашевелилась конечно я не готовлюсь особо к проповеди в том плане что господь не открывает и что господь не сейчас влагает сказать я могу намного больше но на то они проповеди как господь полагает так и получается два примера из евангелия и из книги деяний прям самое начало любимая тема обличений я скоро буду записывать ролик по всем местам писания что никогда нам господь обличать не заповедовал и что все эти места в новом завете когда-то разбираешь что ты понимаешь грибы растут прям на дороге по-моему их можно есть вот такие хотя я не совсем уверен и вот благодаря этому ключу то что вы делали я молчал ты подумал что я такой же как ты запомнить это себе и вам через этот ключ в евангелии в новом заде очень много откроется когда вы будете упомнить когда вы будете смотреть на поступки человеком даже апостолов и всех поступках описанных евангелие в новом за книги деяний в посланиях павел много берет частных случаев рассматривает они там уже занимаются устройством церкви организации порядком церкви вы поймете как это рассматривать я кстати еще не забыл хорошо что написал книга бытия когда господь творит землю она заканчивается 1 глава 31 стих и увидел бог все что он создал и вот все очень хорошо нуль там замечательно совершенно можно как угодно перевести эти слова когда бог что-то создает это все прекрасно и бог об этом говорит он творя и это я вам просто подавил пир последний стихи когда бог но каждый день своего творения когда он что-то творил он каждый день подытожил этим словами я явно знаю так это был сделал он говорит это хорошо и так каждый день и очень часто в писании мы найдем где господь так говорил сколько он где он в евангелии похвалял вот это вот хорошо где он молчал запомните вот эту вещь запомнить этот псалм причём говорит сам бог в этом псалме да опять все и говорит в духе евангелия это мы видим ветхий завет надо очень правильную воспринимать через призму только иисуса христа только через евангелия это соответствует соответствует именно так бог и делал он именно молчал когда вокруг него творились грехи и беззакония личностные да и он молчал когда лично люди согрешали и мы думаем что он такой же как мы нет иоанн креститель великий пророк пророк потому что сам господь все-таки пророком назвал хотя он сам себе свидетельство я не пророком голос выпиющего в пустыню покайтесь потому что уже никаких пророчеств не надо было христос уже был на земле поэтому она как бы горит я не пророк сама себе и правильно говорит на самом деле то что господь употребил это слово лишь опять для народа что то что там понимание не было ничего вот ян креститель конечно же никакой не пророк в том плане что он уже ничего не пророчествовал он уже действительно голоса пьющую чтоб только показать на миссии потому что он уже пришел ему ничего пророчествовать не надо было его была миссия как он сам сказал засвидетельствовать вам о нем все что тот кто на кого я покажу тут и есть крестящий духом святым все он ничего не пророчествовал он лишь указывал поэтому на этот голос а никакой не пророк ну хотя потом господь его как бы да сказал да пророк и больше самый больший из пророков ну потому что все по отчество мессии больше никогда не будет он уже пришел на землю ну вы знаете нам сказано что ян креститель обличал царя ну сына царя ирода тоже ирода за то что он взял себе жену брата что было и против закона кто там знает всю эту кашу тонкости там были еще и другие сложности он свою жену первый отверг из-за этого война была там ну в общем то есть грех не только лично а еще грех был общественный потому что он нес на себе много скорбей и страданий и другим людям потому что он отверг египетскую царицу которая была его первой женой и царь египетский пошел войной на иудею и отобрал все земли вот эти южные обратно ну в общем нехорошо было люди гибли страдали как всегда то есть это был не столько личный грех во первых сколько общественные и вот я вам приведу пример бог бог сказал что это хорошо дайан креститель лично обречал ирода бог мы видим что бог сказал что это хорошо нет он молчит и мы думаем что он такой же как мы нет мы не видим чтобы иисус христос хоть кого-то обличил лично в грехе в личном грехе никого и никогда это надо запомнить камень основания жизни наше иисус христос что он делал и чего учил он наш путь и он истинно и вам для чего книга и чем учил он горит есть путь надо идти и истина моё учение и это все путь поистине дает тебе жизнь вечную причем блаженную и и второй случай книга деяний первая глава вот он я специально взял прям начало с чего начинается ну да я сейчас побоюсь таких слов как грех а то вы меня потом закидаете камнями что в грешник вы сами делаете выводы я промолчу точно так же как молчал бог а а случай эти вам напомню а выводы вы делаете сами вот благодаря вот это и вот господнему ключу который он дал нам к разумению себя первая первая же глава книги деяний в комнате в каком-то месте собираются апостолы избирают двенадцатого апостола потому что иуда предал господа их повесился избирать двенадцатого апостола вы прочитайте внимательно как происходит избрание двенадцатого апостола за место иуды почитайте внимательно там есть бог нет что делают апостолы великий просвещенный в пятиде уже пятидесятница прошла на всех дух святой сошел они живут в боге я не буду отвечать вы сами себе ответьте я вам просто перескажу а вы прочитайте я на экране столько не помещу или а может помещу новую книгу откройте деяние может сам в начало первую главу прочитать чтобы убедиться во всем как пятидесятница происходит все что они делают они что просят бога бог когда избирал 12 апостолов он что делал он жребий кидал или что делал господь господь сам избирать ведь много было учеников вокруг него мы знаем прекрасно он избрал христос избирает себе апостолов лично без всякого жребия сам призывает и другим об этом объявляет что происходит на этом так называемом соборе собрание как угодно назовите они берут самолично избирает двух кому им нравится один родственник там еще кого-то да и ставит их перед богом молится молится господи помоги нам покажи нам из этих двоих это бога творца вселенной мы сузили до чего до двух человек на каком основании скажите мне пожалуйста вы что умнее бога или как мы бога божьи выборы сузили до двоих людей почему на каком основании может эти люди вообще не имеют вернее не может быть а как мы потом выясним скорее всего и не имели и бог не стал специально ничего давать этим людям тех даров апостольства какими потом мы узнаем как кто обладал другой они молятся господь избирает господь лучом света им показывает точно так же как он никогда не стеснялся говорить и как мы видим сейчас мы узнаем что ветхий завет это не только дух святой внутри человека и мы только повнутренне а бог молчит нет мы сейчас узнаем другой пример они молятся и что делают они рулетку крутит по-другому я сказать не могу красный или черный ну взяли монетку подбросили орел или решка и выбрали себе апостола и разошлись удачно там хоть раз слово божье есть скажите мне пожалуйста хоть слово там вообще у дать когда есть участники какого-то диалога собрания там собираются с конференции вон государство там мы слышим это так путин сказал это там обама сказал это или там какие-нибудь люди или какая-нибудь и христианская мы слышим там этот пастерск мы слышим бога хоть раз там нет что скажете мне что в новом зайце только духом святым живет церковь а давайте посмотрим чуть-чуть переместимся вниз по писанию книги деяний и когда богу кто-то нужен он что делает гонитель церкви павел саввел шауль по еврейски выпросив даже письма чтобы назарейскую ересь истребиать и всех ее последовательные едет даже из своего города иерусалим в дамаск ну не своего он сам-то вообще из другого города истарса вот он берет эту эти письма и идет в дамаск чтобы там искать всех этих еретиков и что влачить их казнить там наказывать может даже убивать как и стефана не побили все камнями что апостол также с трех одежды будучи юношей и как он рыл подавал голос но и за что нарал во все горло убей еретика кровь его на нас и на детях наших что делает господь с неба является он является и избирает его он является она не она не в шоке горит господи да это же самый страшный гонитель он всех святых твоих мучает убивает умы иди это мой избранный сосуд он наставляет павла он учит его павел никаким учеником христа не было никакого в евангелии не знал с господом не ходил ни одной притчи не слышал и как мы видим в посланиях редко вообще какие-то он никогда не припоминает слова христа кроме там кратких кратких блажения давать нежели принимать но хоть одну помню чтобы он нам притчу вспомнил нет но в принципе послание конечно и по другой схеме построены в общем-то и и и петра и она и акова да вот для этого нам осталось евангелие это потом все это не передавали устно вот именно что послание отличаются от евангелия это разные вещи абсолютно вот но при этом вы помните как павел что горит удивляюсь на вас что вы отпали от благодати хотя христос у вас был как живой предначертан живописуем его и жизнь и смерти и воскресение и вознесение вам все это как как живого нарисовали ведь удивляюсь на вас что вы опять сваливаетесь в культ и секту поклонение по плоти и по духу неизвестно кому и вы посмотрите как избирается апостол павел почитайте в книге деяний бог его избирает бог и она не явился сказал и она не пошел и свидетельства пошли бог сказал но сам о том собрании где они матфея там матфеев там мы даже не понимаем что это за матфе марк там мы не знаем кто это такие мы о нем чем потом слышим об этом двенадцатом апостоле которого избрали пётр со всей со всей первой общины нет ничего слава его нам неизвестны что он перенес плод конечно же это был христианин вы думаете я сейчас хочу кого-то принизить что или нет я же он сказал я подражаю господу моему он сказал я молчал да вот я сейчас конечно же ни в коем случае вы понимаете я хочу не сужу там этого двенадцатого апостола но двенадцатым апостолом оказался павел вот его избрал господь он там говорил что-нибудь нет здесь он говорил но если там господь молчит это не знать что это хорошо я вам скажу что ортодоксальные учения по избранию там патриархов ну кто меня кто знает ортодоксальные всю эту кашу тот знает о чем я говорю как они избирают патриархов там и все это и многие другие вещи ссылаться кстати именно на это так вот было как избирался двенадцатый апостол а если там бог нет нет и вы знаете это гнилой корень всех соборов все ортодоксальные соборе хвалится что из ворися духу святому и нам есть там дух святой нет он молчит все это ложь бог ни с какими соборами не был никаких свидетельств об этого нету не считая вранья конечно который там могут по написать почитайте книгу деяния 15 главу иерусалимский собор есть там бог в составе участников нет нет это решает все люди в духе святом большой вопрос не то что большого нет вопросов нету мне достаточно перед иерусалимским собором в 15 главе мне достаточно 1 главы книги деяний понять что все это люди люди где бог бог не скрывается гуг господь не шепчет из-за уголка понимаете господь всегда открывается явно бог истина не ложь бог святости не грех там где бог там чистота и святость вот он и сказал вы думаете нет его там не было его туда не позвали просто понимаете вы знаете уж простите мне это напоминает как пётр торопыжничал с этим избранием 12 апостола то есть также как он рубил голову защищая господа лишь помните прекрасно что в одном евангелии нам сказано как он все-таки спросил не ударить ли нам мечом он дождался ответа своего господина и бога нет такое ощущение что он спросил для про формы не ударит ли и и рубит бог ему разрешил нет бог это потом похвалил нет осудил нет он любовь но он сказал ему брось меч он его научил бросить бы всякий пришедший от меча пришедший с мечом от меча и погибнет бог учит он никого не судит он никого не обличает он учит и призывает брось ибо пришедший с мечом от меча погибнет и погибнешь ой змея маленькая когда они попросили господа указать им даже на одного из двух они дождались ответа господа нет это все учения человеческие какие они дали результат не мне судить а вам я вам дал наметку где тут 12 апостола мы его хоть раз встречаю в книге деяний нет мы знаем его послание нет апостолу павлу посвящена вся вторая половина книги деяний лично ему если первая часть посвящена не только петру а много кому тому же саму в павлов перемешку то после 15 главы как переломный момент после собора то есть 14 глав у нас идет всеобщий всего где я не 28 глав ровно половина посвящена апостолу павлу такое ощущение что эта книга его уже жизни и учения как вот евангелие жизнь ученица христа но конечно же это не так это посвящена всей церкви и этот и этот павел избранный сосуд мы знаем его 13 посланий чудных великолепных но в этих посланиях в этой книге деяний мы на нее смотрим вот точно так же как я вам сейчас объяснил начиная с первой главы много в этом хорошего я не знаю бог судья мы понятия не имеем мы даже не знаем что было с этим 12 12 апостолов что с ним было мы не знаем ее судьбе все что вам приведут будет учение человеческие домысливания а я вас прошу смотреть чистым чистым открытым сердцем мы не знаем то что бог не осуждает я вам показал какой бог он еще ветхом за эти открывался кто он такой когда он не обличает только потому что бог долго терпит из любви к нам то что есть абсолютная любовь и он долго терпит для каждого для покаяния и не нарушает нашу свободу эта формула это бог это его природа нам она открыта точно так же надо читать евангелие про то уж сам ван креститель и про обличение он тоже сказал мало ли что он делал где сказано что это хорошо не сказано что это плохо я уже не раз объяснил почему если вы посмотрите на господа он мог обличать всех и каждого ведь одна тема с другой пересекать я просто скоро буду наверное даже вот на лаве по обличению хочу несколько роликов записать все эти места разобрать бог сам этого не делает мы прежде смотрим на христа евангелие причем вот и на небуквоедский вы вы же видите что история с я нам крестителем записаны именно в евангелии и опять это не значит что мы с вами поклоняемся бумажки и буквы евангелие писали люди не есть автор евангелие переписывали люди мы не даже не знаем и и ихнюю жизнь может это были лютые грешники мы прекрасно кто уже сравнивать с разными языками с древними рукописями видим сколько искажений подлога все равно есть но при этом это все что у нас есть это все что когда мы принимаем веру во христа и живем по своему богу в сердце своем по иисусу христу который верую вселяется в нас у нас у христиан есть отрада есть отрада что у нас есть это евангелие конечно же мы читаем и зидаем но понимать его надо правильно слова самого бога и его поступки это разная вещь между словами и делами людьми огромная разница потому что бог и человек это небо и земля советском за эти я тоже немного говорил потому что я хочу тоже это отдельная тема и не хочется всех кашу мешать хотя и иногда вы видите все равно пересекаются многие вещи то вот это хоть за это есть тоже своя специфика свой смысл для чего нам его знать что нам делать в общем вот так вот я надеюсь что что-то я для вас пищу дал для размышлений для чего я все это говорю все вот эти обличения суждение когда мы не понимаем что такое любовь мы погрешаем и сами не возрастаем в бога бог есть абсолютная любовь познается бог помимо того когда мы до покаяния познаем его любовь к нам действительно внешнюю потом познав его поплу по сути мы можем только через любовь точно таким же как мы как бог нас любит не осуждает не обличает и прощает точно так же только в этом мы возрастаем по внутреннему человеку в совершенный возраст христовый в невесту христову как угодно умножаемся в познание чего ведь не только к себе любви это мы уже давно все познаем и истинные христиане которого как господь сказал любит его уповает на него в день скорби призывают всегда познают любовь божью но познать ее в плане стать бога можно только самому делая ту же самую любовь и это любовь не в осуждении в обличении злословие христос этого никогда не делал и христос этому никогда не учил очень важно разобраться в жизни что такое любовь и в этой любови умножаться и возрастать это важно понять очень важно понять очень важно понять разницу между учениями учением иисуса христа его жизнь и учениями и жизнь людей когда вы это поймете у вас вы обретете мир в душе и в сердце познайте истину истина освободит вас по плоти и по духу будьте мирный блаженный ну все эти плоды духа вы помните будьте пребывать не только в любви божией внешне но и в любви к ближним то есть любовь божия к человеку будет пребывать у вас вы будете радостные вы будете мирные вы будете блаженные милосердные кротки все 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 долготерпеливы воздержаны и крепки в вере упование своем все эти плоды духа вас начнут пребывать взрастать умножаться которым будете вкушать и быть счастливыми ну все давайте поблагодарим господа и бога нашего и будем прощаться господь мой бог наш иисус христос слава тебе слава тебе боже наш слава тебе как ты заповедал нам воздать тебе жертву хвалу исполняя в точности заповедь твою и слова твои не бросаем за себя господи слова тебе спасибо тебе отец наш любимый господь мой бог наш иисус христос слава тебе слава тебе боже наш слава тебе благодарим тебя господи за все за всю любовь твою за все что ты подаешь нам потребное для жизни радости веселья и все потребны для того чтобы усовершиться в святости твоей в любви твоей к человеку уподобиться точно такой же любви слава тебе можно слава тебе господи благодарю тебя за всех кто слушал этот ролик всем нам ты подаешься просто и без упреков и ты один открывай шумку разумению писаний господи я молю тебя открой всем алчущим и жаждущим тебя истины твоей любви твоей познать тебя любовь твою к человеку через любовь к ближнему через свою через свои добрые дела любви к ближнему слава тебе боже наш слава тебе благодарю тебя господи за всех любящих меня и учащих меня любви слава тебе боже наш слава тебе господь и бог любовь наш иисус христос всегда во веки веков посреди нас мои родные любимые братцы и сестры во христе всех нежно целую крепко обнимаю кому понравился ролик ставьте лайк делитесь где считаете нужным на ю тубе социальных сетями этим роликом со всеми алчущими и жаждущими евангельской правды всем адреса канальчиков кто не знает наверху все мои контакты для связи внизу добавляйтесь друзья стучитесь давайте знакомиться я всем всегда рад но все полезные ссылочки всегда справа пока пока до встречи в следующем видео